Субтитры сделал DimaTorzok Москва плюс еще 4 часа Ну да, я сам из Москвы, но сейчас в Шотландии нахожусь Давно вы в Шотландии находитесь? Ну, по работе был с 2005-го, он ездил по разным местам, вернулся месяцев 7 назад Знаете, вот по картинкам из интернета, вот Шотландия и Ирландия это очень прекрасные места Многие заблуждаются, потому что основное впечатление о Шотландии, вот яс это с Вальтера Скотта, когда красоты описывают Действительно, места удивительные, но сейчас могу вам показать, погода какая здесь Ну погодка, да, ну север все-таки Да, то есть на той неделе было 60 сантиметров снега, на выходных уже плюс 7, плюс 10, вот сейчас это очередной ураган идет Приходит Ну вообще зима там достаточно мягкая, кстати, в Шотландии Все зависит от того, где, в горах, там очень просто Ну в горах, понятно Вон у меня даже, это, прокинуло Замок А вы видели своими глазами замок Алмик? Который на острове, где Елизавета держали Ну это прототип киношного замка Хогвартс А, нет-нет, это, по-моему, это все-таки в Англии Да? Здесь они поменьше Да, в Шотландии они маленькие, вот у меня недалеко от дома замок, который стал прототипом замка Драку А вот знаете, я вот, я очень люблю историю И я люблю вот такие вот места, которые, знаете, ну прям вот пропитаны историей Потому что я вот, допустим, смотрел фотографии из интернета Там Шотландия просто набирал И знаете, вот что меня поразило? Вот эти вот кресты, их еще кельтскими называют по-другому И вот эти вот старые, древние кладбища, да И они до того уже старые Что там даже на камнях то, что выбито было, уже стерлось от ветра Там 13-го они века, 12-го века Просто меня вот такие вот места Даже у меня сейчас мурашки по коже бегают Вы были в таких местах? Да, я, кстати, это был на острове, откуда как раз вот это Куда приезжал Святой Патрик То есть когда христианство появлялось в Шотландии Этот вот остров называется Мол Но пишется как Мол через ю У меня замечательная фотография оттуда есть То есть очень красивые пейзажи Причем место даже с геологической точки зрения уникальное Потому что вот как раз вот где остров Скай И между вот гибридскими островами произошло первоначальное открытие Атлантического океана В поздний юрский период То есть представьте, земля раскололась и вот лавы начали вычекать И вот ты там ходишь и с одной стороны прямо вот это свежие блестящие вот такие базальты черные То есть видно как лавовые потоки С одной стороны лагуны пляж полностью из черного стекла с галькой С другой стороны идеально белый песок То есть когда лава в море сливалась, там вся органика умирала И вот этот вот белый карбонат То есть вот буквально ты идешь пешком, можно видеть разные геологические состояния И да, там и кресты, и монастыри старые стоят Здесь же не бомбили Ну, наверное, ну я так понимаю, энергетика, конечно, в этих местах удивительная Здесь еще леса очень старые и сады вокруг замка То есть представьте, яблони, которым там... Вот вы вот, вот если вот взять, ну вот баллов, вот по десятибальной шкале Какой бы вы балл поставили за то, чтобы посетить Шотландию в качестве туриста? По десятибальной шкале Ну баллов восемь, но это надо планировать Восемь баллов Самое лучшее, вот если как туристы ехать Ну, то есть многие хотят все-таки Эдинбург посетить То есть там вот это королевские пруды, раньше была восточная яма Там вообще, то есть замки на высоких холмах, вот эти вот улочки между ними ходить Посетить можно как столицу А вот если посмотреть замки Потом это, вот эту морскую базу Стапов-Лоу Ну то есть я вот здесь что сделал? То есть дней пять или семь отпуск взял И на машине мы поехали по так называемым золотым 500 милям То есть это самая дорогая дорога была Как раз вот по северному побережью положили между скал И вот ты едешь, и там вот как-то норвежские фиорды почти заливы Вот эти Лохи, Лох-Несс тот же самый По нему, кстати, можно на корабле пройти Практически до Глазга дойти Это Инвернеса Ну вот, и дальше можно взять паромы И на вот эти уникальные острова То есть остров Харрис Оттуда как раз Харрисовский твит Там вот эти знаменитые шерстяные клетчатые костюмы шьют Потом остров Льюис Дальше можно еще взять паром Ну просто билет покупаешь, на машине объезжаешь И тебя там по островам возят Дальше остров, называемый Уист, северный Оттуда уже можно тоже на пароме, на машине, на остров Скай И там, ну то есть на севере, там вот есть форты Которые еще в XIX веке строили, в XVIII Когда были вот эти якобитские восстания То есть крепость там с толщиной стен 17 метров И как бы это как звездой сделано Чтобы перекрестки от пушек везде пробивали вдоль стен Там сейчас тоже есть военные базы, техника стоит Но никогда в военном деле эти форты не использовались Единственная как бы жертва, это ночью случайно второго убили, которая пришла Вот у меня вопрос Англичане, ну они же такие чопорные Вот люди сами по себе, да Вот шотландцы Похожи на русских? Характер Мне даже они чем-то, мне чем-то они дагестанцы, чем-то не вспоминали Ну все-таки горцы Горцы, да Горные кланы Только те на юге, а эти на севере Горцы есть горцы Что ни говори Но там не то, что север То есть жили всегда кланами Это как вот у нас в Средневековье По сути дела род жил На таких хуторах Но вот в конце 18-19 веке была чистка шотландского населения англичанами То есть забрали земли, ну кроме знати Но поделили между английскими землевладельцами В Ирландии тоже самое сделали И большая часть населения Ее вытеснили жить на берегах Ловить селедку Вот И сейчас вся вообще территория поделена каменными стенами Такими низкие Узкие дороги Поэтому вот идентичность шотландской Она тогда была немножко Практически уничтожена Сейчас вот когда это килл ты покупаешь себе Ну там тартан идет То есть вот это якобы уникальная вышивка орнамент Оказалось, что это все дело придумали уже ближе к 19-20 веку Потому что оригинальные почти не сохранились Потому что вот уникальность она была исключительно потому Что шили вот в своем роду на месте То есть нигде это не на продажу, ничего А 70 лет, что это было запрещено полностью То есть нельзя было тартан надевать Чтобы не идентифицировать с кланами На Волынках тоже нельзя было играть Извините, что перебиваю Я вот насколько знаю Вот в Ирландии там То ли 12, то ли 13 главных кланов Как раз таки вот они до сих пор Еще сохранились Да, они никакого влияния по сути не имеют Но как-то вот ирландцы То ли из-за того, что они на острове То ли что Но вот они У них самоидентичности Они гордятся тем, что они ирландцы Они себя никак не ассоциируют с англичанами Они в принципе кельты Они не англосаксы же Они же кельты Потомки кельтского населения Того самого, которое когда-то населяло и Англию Вот у Уэльс тоже, например Там тоже кельты живут, насколько я знаю Нет, здесь вы немножко заблуждаетесь Потому что история Самой Великобритании То есть на юге жили бриты Кельты это действительно Это Ирландия И острова Шотландии Причем вот земля Которая вот это ближе к Ирландии Она называлась Рос Двумя эс То есть до сих пор фамилии Вот такие у них остаются Там жили пикты и скоты Скоты это потомки переселенцев в Скандинавии А пикты это просто римляне называли племена Которые себе рисовали на лице Там татуировки делали Это же кельтское население Было три народности Если скоты, вы говорите, они скандинавы То это германские Это потомки германских тогда племен получается Ну потому что германцы Они же в принципе со Скандинавии вышли Как таковые германские племена Нет, германцы Германцы это вот Ближе Ост-Вест-Готе То есть когда пошло вот это Глобальное переселение народов Тогда как раз вот территории Москвы Современные вот эти центральные части Вот заселяли финно-угорские племена А с юга пошли славяны Которых начали гуны там и так далее Ну они не то чтобы с юга Это территория современной Польши Так скажем Не то чтобы как бы с юга Но вот говорят, что склавины Вот они на территории современной Польши Как раз таки Да, ну вот и славяне Пришли в Германию, кстати То есть вот Берлин Там до сих пор славянская культура находится Ну это Восточная Пруссия Да, там даже названия Некоторых населенных пунктов Вполне себе славянские Да, тут полностью с вами согласен А вот германцы Германцы Даже вот те же готы Весготы, Озготы А они это же германцы Это те же самые Озготы Те же самые Озготы Которые кочевники Это германцы-кочевники Это просто удивительно Вот это удивительный феномен Германцы-кочевники Ну представьте себе Представьте себе Вот этих рыжих кочевников Которые там Ордунг Палатки В одну линию По веревочке Шатры Все дела Медвежим говном И шли на римские легионы Да, да, да Шнеля, шнеля Когда Рим начал Когда Рим начал сыпаться Тогда как раз германские племена Они зашли на территорию Римской империи И даже захватили Рим На 4-5 век Да, да Я знаю Королевство Озготов Да Это варварские королевства Вот это как раз таки Да Аларик захватил как раз Даже есть фильм один Как-то он называется То ли последний император Вот как раз таки Там про завоевание германцами Рима И вот этот малолетний Последний император Он прибывает Он сбежал в Британию И там вот якобы остатки Самый последний легион И так далее Ну такой себе фильмец Я давно его видел, конечно Британия это были угодья Или последний легион Что-то такое Гая Бруто-Британик То есть это семья Бруто И когда римские регионы Начали убегать Из Великобритании Как раз туда приехали саксоны То есть немцы нынешние Сначала на 4-5 ладьях И встретили вообще как бы Это безнадежно Как бы не военное население Потому что вот юг Лондон и так далее Он всегда защищался римскими регионами И Рим он как раз проходил До Адриановых волок То есть пиктов, скоттов и кельтов Завоевать они не могли Рим Они могли Они могли Но в этом просто смысла не было Население это нищее Как вы правильно сказали Люди обмазанные медвежьим говном Что с них брать-то Если на юге более-менее территории Там еще что-то можно Там какие-то рудники Ну а там на севере Там ловить нечего было Римляне они что ж практичные Были совсем не дураки Здесь рыбы, овцы И вот это Репу сажают до сих пор То есть основная еда Это парень Тут еще и вопрос в том Ну карательные экспедиции Совершали римляне регулярно Чтобы местное население Не расслаблялось Я к чему веду Когда немцы прибыли На территории Лондона То есть это Саксония Саксония это провинция Германии Ну Саксы Они образовали Да, Саксы Они образовали Четыре государства То есть как раз это Южный Сасекс Сусекс Весекс Весекс Эссекс Поселился В провинции Британь Во Франции Сейчас находится Знаю знаю Британь Да А другая часть Убежала Как раз Вейлз Британье Вейлз Вейлз И Британь Британь Ну как угодно Это вот как раз Бывшие Бриты Ну вот и после чего Разрешите Немножечко Я от себя добавлю Так Даже вот во времена Столетней войны Вот это самое Британь Она То есть даже во времена Столетней войны И до этого С Англией Там такие экономические Связи были Настолько тесные Они по сути Англичан все время Поддерживали Вот это самое Британь Так самое смешное Время Столетней войны Англичанки не было Нет Ну такой не было Политической нации Нет Нет Остатки Саксонцев С местными А руководили им Как раз Викинги Нормани Да По сути Ну знаете Вот на самом деле Вот что Вот я Все время Повторяю Да Всем и каждому Вот в средние века Там Когда вот Начинают Мне чесать Вот эти наши Соседи По глобусу Про каких-то там Украинцев Из Киевской Руси Тут Закрадывается Вот одна такая Самое главное Что закрадывается В те времена Вообще не было Национальности Никто никого Ни по каким Национальностям Не мерил Тогда были сословия Только и всего лишь А время политических Наций Это конец 19 века Да Зарождение Всех политических Наций Это конец 19 века Когда уже Укрепился капитализм Вот тогда появились Политические нации Все А до этого Были сословия Вот была Вот той же Англии Была правящая верхушка Из норманов Элита А вот местное население Им пофигу Кто они там были Там кельты Саксы Германцы Насрай Заплати налоги И живи спокойно Как говорится Подотное население Появились Появились Аналоги Появились только В середине Столетней войны Когда Феодальная армия Вообще не могла Ничего делать Ну понятно Полностью себя Истащила Кто-то Жила всегда Двигателем экономики Кто-то Должен Им же был их Кормить В принципе Эту феодальную армию А так вот это Если Если посмотреть На Вот историю То как раз И получилось Что шекспирский Магбет Первый Это был Первый король Который Объединил Пикское Кельтское И Скотское Шотландское Право Объединенный закон И он потенциально Мог стать королем Всей вообще Великобритании В тот момент Но он погиб Буквально Чуть-чуть Приходу Вильгельма Завоевателя Которого Называли Диом Бастард Ублюдок Да-да-да-да Его везде По-разному Называют Ну я думаю Вот вообще Вот Вот опять же Вот хороший Пример Как вот Мы вот Современные люди Склонны Натягивать Наши Современные Реалии Там на Реалии Средневековья И раннего Классического Позднего Вот хороший Пример Мне очень нравится Это фильм Храброе сердце Ну все видели Кто Кто не видел Храброе Ну кто Кто не видел Храброе сердце Да Вот И там В фильме Ну там Что там Вот эти Голожопые Шотландцы Какую-то Там они Вот свою Независимость Там какую-то Они там Свою Там Отстаивают Одна В киллдэ В юбках Шестнадцатого века Из Волынки Да С Мэлом Гибсоном А вот Самое интересное Это то Что Это всего лишь Была Опять же Разборка Элит Вот эти Шотландские Местные Элитки Рыцарства Лорды Сражались С английскими Все И ни за какую Независимость Даже Это даже Было проще Намного И там С одной стороны И вот С одной стороны Там Одинаковые Рыцари Дрались И с другой Стороны Рыцари Дрались И никаких Голожопых Крестьян Там Не было На самом деле Вообще Армии Какого Не было Ну нет Конечно Понятно Да Да Вот то же Самое Да То же самое Как вот Допустим Вот у нас Ледовое Побоище Ну там Приехало 200 немецких Рыцарей Приехало Там 250-300 Новгородских По факту Функционально Тех же самых Рыцарей И вот Они там С чувством С толком Расстановкой Да Они там С чувством С толком С расстановкой Вот Друг друга Пометелили Все Да И разъехались И немцы Проиграли Собственно Причем Убит был Дрочил Нездылов Из Новгорода Вот Да Вот Блин Вот история Такая интересная Мне больше То ли Анекдот Нравится Но То есть Это Когда Как раз Харальд Этот жестокий Хардрадов Он как раз Погиб От Вильгельм Завоевателя Последний Как бы Морской император Викинг Ярл 1066 год Нет Он уже был Он был Королем Дании Норвегии И Швеции Я еще Не успел Я еще Не досмотрел Цикл Я вот Цикл Как раз Документалок Смотрю Про вот эти Нормандские Завоевания Про эпоху Викингов Я пока еще Не досмотрел Я еще На середине Пути Так сказать Ну вот Крайне интересно И это все Это опять же Это же Это же Напрямую Касается И там И Русь Замешана Причем Напрямую Напомните Пожалуйста Кто из этих Вот Знаменитых Викингов Которые В Англии Отметились Я не помню По имени То есть Он сначала Гостил Несколько лет У киевского Князя Там повоевал Потом он В Англии Оказался Нет Вот я об этом И говорю Это вот Харлд Хардрад В високе Он сначала В Византии был Там это Подрабатывал Потом оттуда Сбежал Потому что Ну Византийские Триги Отравления То есть На него косы Начали смотреть И он К Борислееву Скупому Как его Называли Викинги А у нас Его Ярослава Мудром Называют Он у него Работал Коллектором Черным Сборщиком Налогов И так Хорошо Работал Что он За него Свою дочку Замуж Выдал Елизавету Вот И И когда Он на ней Женился Он как раз Это дал ему Воинство С собой И он С этим делом И с такими Связями Вернулся К тебе В Норвегию И там Захватил По сути дела Престол И вот Об анекдоте Говорю То есть В летописи Упоминают Имена Дружинников И один из них Был Иван Хуев Которые Естественно В английской Транскрипции Айвенга А в Норвегии До сих пор Есть нефтяные поля Но они так и называются Иван Хуев То есть Вот пишется Иван Хуев Но у нас Викинги Где все Красивые Такие Такие Да Якобы Братец Этого Рагнара Самого На самом деле Это был Рагнар Это мифическая Личность То есть О нем Только Легенды Да Да Я знаю Действительно Существовали Ивар Ивар Бескостный Сигурд Второй Был И Нет Причем Ну и Это И Как его Называли Бьер Змеин Да Да Медведь Железнабокий Ну вот А ролл и пешеход Это вообще Такой был Пес войны То есть Он и Помогал Корсику Отвоевывать И Мальту Они Мавров Оттуда Выдевали В общем Непоседы Были еще Те И он Как раз Ему Дали Нормандию То есть Французский Король Когда они Там Постоянно Высаживались И нападали Он ему Говорит Примешь Христианство Дашь мне Омаж И тогда Мы тебе Дадим Самые лучшие Земли Живи И никого Не трогай Он говорит Хорошо Без проблем И причем Там Такая Дисциплина Была Что действительно Можно было Вешать Украшение На дерево Никто Не снимал То есть Такую Там Демократию Становилось Вообще Просто Но Тем Что он Ему Дал Омаж Он Как раз Запустил Цепочку Которая Привела К Столетней Войне Потому Что Когда он Захватил Англию Английский Престол Он Стал Ровный Французскому Королю То есть До Этого Он Был Герцог Нормандский По По иерархии Практически Принц Крови Но он Был его Вассалом А когда Он стал Королем Он стал Королем Англии И одновременно Герцогом Нормандии То есть Французы Говорят Ты мне Подчиняешься Он говорит Нет Мы сейчас С вами Ровные Ну вот И потом Через какое-то Время Через Браки И так далее Оказалось Что Две трети Франции Она Как бы Это является Владением Английского Короля Когда французы Как раз Это вытащили Когда женщина Была Наследовать Должна Была Земли А французы Вытащили Какую-то Там Пятого века Запись Где женщина Не могла Наследовать И из-за этого Началась Вот эта борьба Ланкастер С Йорками Причем Ланкастеры Самые первые С них Рисовали Как раз Ланнистр Игры престолов Прямо Описывали Даже Включая Действия По летописи Да Вот на самом деле Настоящая Игра престолов Для меня Настоящая Игра престолов Это Столетняя Война И Период Раздробленности На Руси Вот Настоящая Игра престолов Вот действительно Такие Интриги Ёлы-палы И вот Знаете Что меня Поражает Как Вот Все Портят А И еще И еще Можно Вот это Между Первым И четвертым Крестовым Походом То что Происходило На Святой Земле Тоже Вот Как Все Портят Современные Сценаристы Вот Как Они Вот Извините Меня Сейчас У меня Просто Нет Другого Выражения Сука Не надо Ничего Придумывать Вот Просто Вам Не надо Ничего От себя Добавлять Снимите Как Оно Было По Историческим Источникам Снимите Так Круто Все Получится Там Такие Интриги Были Там Закачаешься Наполеона Сейчас Обосралась Нет Они От себя Тину Гонят И получается У них Все время Какая-то Туфта Просто Реально Туфта Вот Эти же Викинги Народ Народ Хабыт А вы Не видели Как в Викингах Показали Там Визит Киевскому Князю Не Я Не досмотрел Не Ну Вы Хотя Б Так В интернете Наберите К Монгольскому Хану Приехали Они Понимаете К Монгольскому Хану Когда Ну Шатер И все Понимаете Или К Хазарскому Кагану Там Какому-то Понимаете Ну Так Это Все Обосрать Мать Ну Просто Я Ну Знаете Вот Есть Понимаете Есть Классные Фильмы Которые Ну Не имеют Никакого Отношения К истории Там Половина Придумок Там Вот Что-то Типа Орел Тринадцатого Легиона Да Ну Снято Классно Классно Снято Мне понравилось Вот это И на скалах Растут деревья Вот там Конечно Это Херню небольшую Показали Но быт Отражен Более-менее То есть Даже Деревни Строили А я кстати Вот здесь На острове Как раз Это На совсем Северо-западной Конечности Шотландии Там Остались Вот эти Поселения Викингов И даже Вот это Статуи Викингов Стоят Шахматные Фигуры Там находят Они в шахматы Играют Дома действительно Полуземлянки Но вот Очень длинные То есть Туда даже Вот заходишь Вот так вот Наклоняешься Там это Ходы для овец Топили торхом Там торх Прямо Так это Пилой Пили Спали Практически Со скотиной Вместе Чтоб теплее было А у нас А у нас Что нет что ли У нас же Избы У нас У нас Грубо говоря До 18 века Ну 80% Населения В принципе Тоже в землянках Жила Мрак Темнота И все остальное У меня дом Это Огромное Заблуждение То что Там Ну Нам Некоторые Рисуют Там Недалекие Люди Какие-то Благостные Картины Прошлого Там Какие-то Знаете Вот эти Книжки Там Про попаданцев И так далее А я бы Не хотел Вот я бы Не хотел Жить там В 16 В 15 Очень Не хотел бы Ну просто Друзья Ну представьте себе Ну представьте себе На минуточку В 15 веке Мы жили лучше Чем в Европе Не ну Просто представь Ну я вообще Говорю что Не в 15 Не в 13 Веке Ну представьте себе На секундочку Запалел у вас Зуб в 13 Веке А Тит Ты покойник Все Ты покойник Саша Филиппов Поймал ты Воспаление Легких Ты труп Все Ты покойник Все Ты покойник Люди Мерли Как Это вот Без антибиотиков Без антибиотиков Без вот этого ничего Без медицины Без Вот например Вот я Я вот например Если бы не наша медицина Я должен был умереть В 11 лет И не оставить Никакого потомства У меня развился Сложный АТИТ Воспалился Зубной нерв Сложный АТИТ Меня на вертолете В Новосибирск Экстренная операция С того света За одну ногу Вытянули Грубо говоря А где нибудь Даже в 19 веке Я бы благополучно Коньки отдал бы И не важно Дворянского сословия Или крестьянского Не важно Владимир Как вас зовут Как вам обращаться Владимир Да Владимир Сколько общаемся И то только познакомились Для меня сейчас Я вот до вас Попал на украинца Широва Я только с ним поздоровался Он мне сразу Пошел ты на Я говорю А что ты Что ты хотел Так это Подождите Я говорю У вас это У вас желчь сейчас ударит Будет Танкреатит И еще это Атоплексический удар Хватит Зачем такая злоба К незнакомому человеку А ну вот Как-то так Нет А вот по поводу этого Говорите То есть Почему не находят Скелеты Вообще Старше 35 лет Там 40 лет Именно Потому что люди Не жили В основном Ну в основном Нет Это же Как вот Жили Ну сословия Разные сословия Жили по-разному Те кто хорошо питался Они жили подольше У которых был доступ Там Какой-никакой Медицине Там Скушай Заячий Помет Он ядрен И он проймет Вот и так далее Те жили Да А основное Это население Не жило Это Ну вот Кто жил Там Крестьяне Это тяжкий Тяжкий труд От рассвета До заката Там питание Какое-нибудь Голоды Болезни И все остальное Причем С четырехлетнего возраста Уже это работали В поле Да Да Там Не прокатывало Видите фотографии Вот Крестьян Разных губерний Как раз это В начале 20 века Тогда Это ж начало 20 века Да Да Но девушки 18-летние Они выглядят Как 40 лет У них уже По трое детей Было Ну да Ну по-другому Просто было Не выжить А в 13-м году Вот Когда это Говорят Сейчас Это Царебор О том Что 14-й год Это вообще Самая сильная Экономика Все чудесно Детская смертность Была 75% Ну да У прабабки У прабабки Было 17 детей Точнее Она была Эта семья У них было 17 детей Выжило только Твое Это Это нормально Это естественный Отбор Да Да Как-то так А сейчас Естественный отбор Он по сути Его нет Ну Среди людей Сейчас Сейчас по статистике Самый любопытный Я смотрел Буквально недавно Американские исследования По Соединенным Штатам Естественно И вот это Говорят Что Начиная с 20-го года Делали даже Анализ Как-то На IQ Ну вот И IQ Современных людей Пало Ну по сути дела На 70 лет назад Откатились Алексей Ну я вам Знаете Что хочу сказать Вот эти все Тесты на IQ Для меня Ну это тоже Это настолько Сомнительно Потому что Ну они для кого Да там пишутся Грубо говоря Это тоже непонятно Ну вот допустим Да Вот этого там Какого-нибудь Профессора У которого По тестам IQ Хрен знает Какой там IQ Там Заоблачный И так далее А у какого-нибудь Там Пигмея Да там С острова У него IQ Какой будет Около нулевой Так вы их местами Поменяете И вот этот Профессор С этим уровнем IQ Он загнется Для меня Это тоже Сомнительно Нет Я поэтому Уточнил Что это В Соединенных Штатах Они Как это Как сороки На все блестяще В себя кидались Поэтому Сначала им Это очень плохую Услугу оказалось Иммигранты Ну хотя бы За знание языка Они все провалили Эти тесты Ну вот И большинство ученых Нобелевских лауреатов Они их тоже провалили Они даже В классе Для умственно отсталых Учились То есть это Сильно на нацию Вообще На генофон Не влияло Соединенных Штатах Они просто Наблюдают Одну и ту же группу Уже Ну не одну и ту же группу А как бы это Внутри своего социума По обычным функциям Да То есть Математика Критическое мышление То есть Примитивное А также Уже существует Выделенные Там шесть разных Типов интеллекта Включающие Ориентацию В пространстве То есть Гимнасты Те же самые Вот это тоже Часть интеллекта Музыканты Математики Они в обычной жизни Как дурачки Вот Ну например Вот Вот например Да Я вот допустим Насчет Нарисовать что-то Это вообще не ко мне Я могу рисовать Только по клеточкам Квадратных роботов Это мой максимум А вот там Стишок За пять минут Я спокойненько Слабаю Стих На любую тему В принципе А вот стишок Да пожалуйста А вот с рисованием Как-то вот Не срослось Надо участвовать Вам тогда В рэп-баттлах Или Например Там Какое-нибудь Там Сочинение Вот я учился Когда в одиннадцатом Классе Нас повезли На конкурс Юных журналистов Я в районе Первое место Заня На тему А сейчас Я Блогерскую Деятельность Веду А журналистику Не пошли А ну Я не хочу вдаваться Но у меня Достаточно Сложная Судьба Вот И Не было у меня Возможности А конечно Да Предпосылки Для этого Имеются Ну у меня Представьте себе У меня любимая тема В принципе История Там Общество Знания И В такие вот Гуманитарные науки То есть Какие-то тексты Что-то вот такое Это да Фантазия у меня Вот кстати На тему На тему истории Вот единственный Как бы Это более-менее Хороший источник Именно по поводу Истории викингов Это книжка Которая называется Викинги Которая была написана На основании Вот этого Сноры С Турлсона То есть Который Переложил Сноры Да Монах Монах христианский Да 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 И почему Почему это Я считаю Одним из очень Хороших источников Потому что Когда викинги Начали бегать По всему свету Они моментально Осели И как бы Это национализировались То есть У них перестало Они перестали Связываться с прошлым А как раз Как раз В это время Сбежали В Исландию Ребята Причем Опять же По генетическим данным Сегодня в Исландии Они пытались Определить Ген викингов Оказалось Что большинство Населений Это потомки Ирландских рабов Из Ирландии То есть Скандинавов Там мало Ну как у нас Ну хотя Знаете Хотя вот Я вот Допустим Ну так вот Их Каких-нибудь Шветов Да Вот их сразу Вот Кстати я по форме лица Я вот Буквально могу Видеть Вот Ну натуральный швет Вот и есть у них Что-то вот такие Вот именно черты Скандинавские Ну не знаю Насколько они Имеют отношение К тем самым Вот Да генетика Знаете Генетики Генетика Это же тоже Это ну такое Достаточно спорное И она далеко Несовершенная В принципе Наука Там еще Работать и работать Но иногда Полезно Потому что Не потому что Используют Это Метахондриальную ДНК То есть это По матери только Которая переходит Вот А кровь Это Как еще Это Воланд Говорит Это Интересная Такая штука Ну например Насколько Насколько я знаю Насколько я знаю Наслушавшись Дробышевского На данный момент Времени У нас Шесть Адамов Только найдено То есть Все современное Человечество От шести мужиков Происходит Разно Дробышевского Дробышевского Я как раз Шотландия Приехал Из Индонезии Я специально Поехал На остров Флорес О да Хомофлоресенсис Хоббиты Да Да Круто Очень круто Я как раз На острове На этих островах Я даже туда В экспедицию Небольшую Сходил То есть 1500 метров Высота Туда племя Одно ушло Где-то Полторы тысячи Лет назад И оттуда Так и не выходило Там 5 километров Только идет подъем Через джунгли По это Глиняным склоном Пиявки такие ужасные Через носки Прямо кусают То есть Впервые увидел Когда пиявка Она вот на траве Вот так прямо встает Начинает вот так вот Перебаться Когда мимо проходишь Она вот так прыгает Вот То есть У меня кроссовки Носки были И все А я пришел В эту деревню местную Народ-то Варебу называют Носки снимаю А у меня там Прямо это Хлюпает кровь И у нас Остались Как ожоги От сигарет Не приноси На рыбу Скорпиона Тоже Очень больно было Да Верю Верю Не помрешь Я говорю Актива мне побольше Дайте Выведу Сейчас Ладно Алексей Максимально Приятно было С вами познакомиться Вот так вот С вами тоже Владимир Удивительное место Удивительное место Чатрулетка Обязательно приезжайте Не История Это Прямо Ну я не профессиональный Конечно же Историк Ну я очень люблю Историю Это Вы знаете Меня удивило Сейчас здесь Доспехи И меч Роберта Брюса Того самого Да Да Того самого И кстати Есть замок Где он с Уильям Волосом Встречался Это Донатар Касл Около Астон Хевена То есть Развальные Остались Но там Зал Более-менее Отреставрировали Так Развальные На На Утесик Среди Море Небольшая Дорожка Крепость Такая Ну так вот И Для меня Было Открытие Что Роберт Брюс Он был С меня Ростом Метр Девяносто Два Редкость Редкость Для тех Времен Между Прочем Так В том То и Дело Что Викинги Вот еще Константин Багря Народный Описывал Как Управлять Государством Он описывал Визит Русов Как раз В времена Олега Там Ну когда Это Дань Требовали И он Их описывал Так же Как Всех Европейцев И Викингов То есть Разницы Не было Ни в чем Ни в одежде Ни в внешнем виде Вот И ну Имена Скандинавские Были Опять же Для них же Для римлян Для византийцев Ну у них же Есть хорошее Слово Варвары Вот Для них Они По большей степени Тоже Все были На одно лицо По факту А туда Приезжал Кто Ну туда же Приезжало Воинское Сословие Они В основной Массе Видели Воинское Сословие А воинское Сословие Это те Кто С младенчества Хорошо Кушают И с ранних Лет Всяк Чем Занимаются Тасканием И маханием Железом Ну то есть Мужчины Достаточно Крупные Сложенные На хорошей Жратве И Натренированные Ну понятно Там Они для них Как вот Натуральная Скала Для этих Изнеженных Греков Когда Она была Знатью Неспроста Ну да Конечно же Встоке За то Что Они Действительно Бились За свою Территорию Ну вот И знаете Ну Хотелось бы Добавить Когда Некоторые Люди Да что Там Вот эти Там Крестьяне Большинство Что Они там Не могли Объединиться Там Ну где Объединиться Когда там Крестьяне Там Метр Пятьдесят Ростом Худенькие Маленькие И вот Приезжает Вот Двадцать Ребятишек Метр Восемьдесят И выше Здоровенных Со здоровенными Железяки Железяками И да и в броне Ну попробуй Попробуй Скажи что-нибудь Молча Башку тебе Снесут А остальных Выпарят Как следует Посмотрим Как вы тогда будете Там Бунтовать Это Люди Угнетали Друг друга Всегда Вам доброго Вечера Спасибо большое За такое Общение Очень приятно Встретить Такого Начитанного Образованного Человека Мое Почтение Вам Алексей Спасибо Может еще Встретимся Ну надеюсь Надеюсь С нетерпением Буду ждать До свидания До свидания